Питание в школах может быть опасно. Число заболеваний, связанных с некачественной пищей в столовых, возросло за последние годы. Качество пищеблоков проверяют по всей стране, ведь жертвами антисанитарии на кухне становятся дети. Не стал исключением и Дагестан. Представители Объединения потребителей России совместно с инспекторами Россельхознадзора Республики выявляют в столовых фальсификат, а также проверяют условия хранения продуктов. О результатах рейда расскажет Пасимат Ханапова. Школа номер 7, города Махачкалы. Заходим в один из корпусов. И вот первое нарушение – незаконная торговля. Пирожки с курицей, сосиски в тесте и другие хлебобулочные изделия здесь продаются в антисанитарных условиях и без документации. Пирожки эти постоянно здесь же продают? Да. Постоянно продают? Ну да. Спасибо большое. Во-первых, извините, здесь осуществляется незаконная предпринимательская деятельность. Это раз. Как я понимаю, тут никаких чеков, ничего остального не выдается. И более того, на каждую продукцию, которая есть, должна быть в детском саду, в школе или в другом социальном учреждении, должна быть сертификат и соответствие. Где здесь температурный режим сохранения? Да. И когда это все дело было изготовлено, из чего это дело было изготовлено? И вообще, кем это было изготовлено? Не дай бог, если детки отравятся, можно было куда-то претензии предъявить. А у нас вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, на каких основаниях там пирожки продаются? Кто продает? А вот там, в том корпусе у вас продаются пирожки. В том корпусе? Нет такого позволения. Никто не разрешает. Мы не разрешаем. Подождите, подождите. Дело в том, что разрешаем, не разрешаем. По факту, там, сейчас, на данный момент продается продукция, которую практически невозможно отследить. Нарушение температурного режима. Раз. Коллеги, если что, поправьте меня. Отсутствие, как я понимаю, каких-либо товароспроводительных документов. Два. Я поняла. Мы сейчас вам все документы покажем. На те пирожки? Нет, на пирожки я не разрешаю. Я разберусь. Следующий пункт проверки – непосредственно столовая. Здесь комиссия оценивает пищеблок сразу по нескольким параметрам. Это не только пристальное внимание к разнообразию меню, но и особый контроль над условиями хранения продуктов. Также важно наличие всех сопроводительных документов. При проведении проверки у них имеется в наличии все ветеринарные документы, сертификат качества, декларации. А по продуктам что вы скажете? Молоко, масло? Молоко, масло – все. Те производители, которые раньше мы проверяли в воздействии старого полиноанализа, экспертизу, они у них берут, есть у нас такой махачкалопродукт, оттуда они получают продукцию. Мы эту продукцию проверили, она соответствует гостям. Могу так сказать, что за те мероприятия, которые мы провели, это не самая плохая столовая. То есть здесь есть мыло, здесь есть возможность помыть ручки деткам, вытереть ручки. Поэтому к этому вопросу у нас вопросов нет. Напомним, рейды по школам республики начались месяц назад. По данным специалистов, самое неудовлетворительное положение в учебных учреждениях Хасавюрта и Кизляра. Там выявлено множество нарушений, в том числе фальсифицированные продукты, суррогатные заменители масла, молока и мясной продукции. Какие нарушения встречаются чаще всего? Вы знаете, их целый букет, я бы так сказал. И нарушения санитарных норм, и фальсифицированная продукция. Самая большая проблема – это правовая безграмотность тех людей, которые занимают должность. По итогам проверок, представители Объединения потребителей России подадут в суд на недобросовестных производителей. Кроме того, в планах привлечь к решению проблемы правительственные и контролирующие структуры. По тематам Анапова, Нурмагамин Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.